всем привет это клуб мама дома мы сегодня разговариваем о разных способах путешествия с малышом и со взрослым ребенком и у нас в студии мама эксперт мама путешественница света привет же не привет мы уже поговорили про путешествие самолетом и в продолжении этого хотели бы рассмотреть отдельно тему путешествий за границу на отдых с ребенком думаю что будет всем интересно так значит света я понимаю что вы очень много с дочками путешествовали за границу со старшей который 14 лет вы путешествовали еще и благодаря тому что она занимается бальным танцем разные соревнования с младшей который полтора годика тоже уже успели попутешествовать даже не все верно с младшим и уже два раза побывали за границей и планируем очередную поездку ближайшие дни а скажи мне а куда вы ездили что касается моей маленькой полуторагодовалой дочки мы уже побывали в двух странах это турция и это египет турцию мы посетили прошлым лет летом египет мы посетили зимой ну вы там конечно на пляжный отдыха это был пляжный отдых так а со старшей со старшей мы побывали в очень большом количестве страны и перечислить их нам не хватит нашего но самое логан за мы интересные на мой взгляд это наверное аргентина это ну пусть будет кипр это будет крит греция это будет европа прага это будет париж ну и скажу о том что всяческие страны где рекомендуют и процветает пляжный отдых мы конечно со старшей тоже посещали ну и одна из самых еще интересных стран где была моя старшая дочка это ирландия это тоже далекая страна где не каждому посчастливилось побывать так ну тогда возвращаясь к нашей теме как с ребенком собираясь путешествие как лучше подобрать тур то есть допустим хочется поехать с ребенком на отдых нужно обязательно выбирать путевку покупать ее в турагентстве лучше надеюсь на то что это безопаснее как бы для малыша или можно рисковать или это вообще не риск ехать дикарем на мой взгляд все будет зависеть от ваших желаний от ваших пожеланий и от спокойствия неспокойствия вашего ребенка если вы путешествуете с маленьким ребенком вдвоем то возможно вам будет удобно если вы возьмете уже пакет туристический пакет и туристическое агентство будет вас обслуживать с момента посадки на самолет до момента вашего возвращения домой удобно да удобно если же вы будете думать о экономии средств или о возможности нахождения как можно дольше за границей то я бы рекомендовала рассмотреть так называемый отдых дикарем ничего в этом страшного нет элементарными знаниями языковыми скорее всего вы обладаете с той точки зрения что вы учились в школе и университете поэтому да по крайней мере это условие скажем если в принципе вы чувствуете себя комфортно за границей или может быть если страна в которую вы едете ну вообще допустим в европу ехать наверно комфортнее дикарем конечно конечно чем в арабские страны или страны южной америки например куда вы вряд ли поедете дикарем вот стоит сказать о том что о визах страховках документах паспорта следует позаботиться заранее если вы планируете самостоятельный отдых если вы планируете отдых с турагентством все эти заботы возьмет на себя турагент не понятно ну тогда вот именно к паспортам визам и всему остальному вот все таки как лучше с паспортом быть лучше ребенка вписать в свой паспорт или оформить на него отдельный заграничный паспорт сразу скажу по своему опыту на сегодняшний момент Российской Федерации существуют паспорта двух типов это паспорт авобран там который действует у нас пять лет и биометрический паспорт нового образца который даже геор엔 действуют действие биометрический паспорт нового образца писать ребенка невозможно да старый паспорт писать ребенка можно и моя рекомендация мама делать это стоит очки зрения что в первую очередь вы сможете сэкономить на виде потому что в паспорт проставляется одна виза на вас и на вашего маленького ребенка, это первое. Второе, вам не нужно будет брать документы, подтверждающие родство с вашим ребенком, то есть если вы полетите за границу, и ваш ребенок вписан в ваш паспорт, то с января 2014 года таможня отменила специальный документ, это свидетельство о рождении, его предъявление на таможню. То есть вы показываете один паспорт и спокойно летите за границу. Это что касается паспорта. Ну, с другой стороны, все-таки, если, например, папа решил или бабушка летит на отдых с ребенком, то тогда это как раз играет против этой ситуации. К папе в паспорт можно точно так же вписать ребенка, ребенок может быть вписан и к вам, и к папе в паспорт. Если же вы отправляете своего маленького несовершеннолетнего ребенка с бабушкой на отдых за границу, с бабушкой, тетей, дядей и людьми, которым вы доверяете, в обязательном порядке вам нужно будет оформить специальное разрешение, которое оформляется у нотариуса, заверяется нотариусом и выдается на конкретного человека, на конкретную страну и на конкретный срок, на какой вы отпускаете своего ребенка. Понятно. Еще такой совет, который мне пригодился по моему личному опыту. Если вдруг вы полетите в какую-то страну, где потребуется предъявить еще и российский паспорт, например, на регистрации, позаботьтесь о том, чтобы у вас ребенок был вписан в ваш паспорт, и он был прописан. Если этот ребенок старше 14 лет, у него свой паспорт, у него обязательно должна быть прописка. В нашей ситуации у моей подруги был такой случай, что ребенка не выпустили за границу с мамой. У мамы была прописка в паспорте, у ребенка не было прописки в паспорте. Таможенная служба посчитала, что мама вывозит ребенка за границу на продажу или оставит ее там на постоянное проживание. Девочку не выпустили за границу. Понятно. Ну, то есть надо предусмотреть целую кучу документов. Так, понятно. Теперь важный вопрос по приобретению билетов. Значит, если мы приобретаем билет для малыша, мы что должны предусмотреть? Если мы планируем тур самостоятельно, то есть мы едем в дикторе, мы покупаем билеты самостоятельно. Обязательно, когда будете покупать билеты, покупать их вы будете, скорее всего, с помощью электронных средств информации, то есть с помощью интернет, обязательно напишите, сколько лет вашему ребенку, обязательно укажите данные его свидетельства о рождении. До двух лет вашему ребенку приобретать отдельный билет не потребуется на самолет. Вы полетите вместе с ним на одном сидении, ребеночек будет пристегнут к вам специальным ремнем безопасности отдельным. Если ваш ребенок старше двух лет, вы купите ребенку отдельный детский билет. Если ваш ребенок старше 12 лет, чаще всего уже покупается взрослый билет, или если есть у авиакомпании тариф молодежный, вы купите ребенку молодежный билет. Очень хочется обратить внимание мам, достаточно распространенная ситуация, когда мамы забывают на своего ребенка свидетельство о рождении или любой другой документ, подтверждающий право жизни ребенка в нашей стране. Обязательно берите все документы с собой. Чаще всего, когда вы прилетите на отдых, у вас будет сейф, куда вы уберете эти документы. Постарайтесь максимально обезопасить себя от служб, которые работают в аэропорту, предусмотреть все нюансы, потому что если вы соберетесь совершить перелет не за границу, а в России и забудете свидетельство о рождении, вашего ребенка точно так же не допустят на рейс, даже если он летит вместе с вами. Так, понятно. Ну, теперь еще один немаловажный документ, который нужно взять с собой, это страховой полис. То есть нужно оформить страховку обязательно при вылете за границу. Да, страховой полис. Опять же, если вы летите с оформленным туром через турагентство, о страховке позаботится ваше турагентство. Если вы планируете тур самостоятельно, то обращаю внимание, что обязательно нужно будет приобрести страховой полис, который вам, возможно, понадобится, возможно, не понадобится при отдыхе за границей. А оформить такую страховку, возможно, в любом страховом агентстве вашего города или места проживания, где вы находитесь. Я обычно оформляю такое страховое свидетельство через интернет. То есть покупаю страховку через интернет, стоит она примерно в страны Евросоюза около 30 евро. Возможно, чуть дороже, возможно, чуть дешевле. И отдельное внимание, всегда обращайте на то, что если у вас или у вашего ребенка есть проблемы со здоровьем, какие-то хронические проблемы, оформляйте расширенную страховку. Ничего страшного, если вы заплатите двойную цену за страховку. Зато в стране пребывания вы обезопасите и себя, и свои страховки. за его ребенком от каких-то неблагоприятных случаев. Ну и тем мамам, которые находятся в положении и планируют перелет за границу, следует оформлять специфическую страховку, страховку для беременных женщин, которая позволит им в случае какой-то ситуации получить адекватную медицинскую помощь в стране пребывания. Ну, это, конечно, немаловажно. Теперь вопрос по выбору отеля. Как лучше выбрать отель, если маленький ребенок едет с вами? Моя рекомендация, выбирайте отель на свой вкус. Не на вкус своего ребенка, а именно на свой вкус. Если вы любите шумные компании, шумные вечеринки, летите большой компанией, то возможно выбрать отель в самом центре каких-то мест, где проводятся всякие различные развлекательные мероприятия. Возможно, этот отель будет в центре города, рядом с дискотеками, барами. Ничего в этом страшного нет. Обычно в отелях всегда есть комнаты, где можно разместиться с ребенком в абсолютной тишине. То есть эти комнаты находятся не по углам отеля, а находятся внутри отеля. Попросите персонал, чаще всего по моему опыту. Хотя и считается, что персонал в отеле достаточно злые люди, которые не хотят нас заселить. Никогда у нас так не было. Нас всегда заселяли. Просили мы тот номер, который хотим. Проверяли его всегда. Заселялись. Поэтому выбирайте отель на свой вкус. Конечно же, когда вы летите с маленьким ребенком, но чаще всего вы выбираете тихий, семейный, спокойный отдых. Но мои пожелания, не ограничивайте себя ни в чем. Мы летали с пятилетней дочерью в достаточно шумный отель, который находился на Крите в Греции. Мы брали ребенку-бэби-ситтера, няню. А сами с мужем уходили на различные развлекательные мероприятия, в бары, на дискотеки и так далее. То есть не ограничивайте себя, потому что вы тоже едете отдыхать, а не обслуживать своего ребенка. Так, понятно. Ну, тогда сначала про отель, а потом еще про бэби-ситтера тоже очень интересно. Ну, с шумностью понятно. А вот что должно быть предусмотрено в отеле? На что обратить внимание при выборе? На мой взгляд, последний раз мы летали с ребенком в Египет, и нам очень не хватило такого элементарного прибора, как чайник. Обратите ваше внимание на потребности вашего ребенка. Если он у вас еще находится на прикорме, допустим, вы везете с собой каши, которые будете разводить горячей водой, желательно, чтобы в номере был чайник и чайные приборы. Если ваш ребенок уже достаточно взрослый, ему это не актуально, то, конечно же, в первую очередь я всегда обращаю внимание на метраж номера. Не хотелось бы провести свой отдых в маленькой клетушке с ребенком. Поэтому мы выбираем просторные номера. Чаще всего стоимость номера не зависит от его метража. Вернее, она зависит от того, как отель простроил свои номера. Поэтому обращайте внимание, чтобы площади вам хватало для того, чтобы проводить дневное время. Скорее всего, ваш ребенок спит в комнате. Я обращаю внимание всегда на расположение кровати, постели. Да, вообще важно, чтобы была детская кроватка. Детскую кроватку не дают. Для моего ребенка это важно, потому что мы практикуем раздельный сон. Мой ребенок спит в кроватке, поэтому я всегда ставлю условия, это отдельная кроватка. Если ваш ребенок уже достаточно взрослый, как моя 14-летняя дочь, в последний раз мы брали с ней совместную двуспальную кровать. Она состоит из двух полутора спальных в кровати, чаще всего. Места хватает всем разместиться. Да, и такой еще совет мамам, когда вы летите в отель, не стесняйтесь найти сайт этого отеля в интернете и написать службе размещения гостей. Она чаще всего есть в современных отелях. Она называется Guest Relations. Напишите обязательно в эту службу, что вы летите с маленьким ребенком. Тогда вам будет обеспечена комфортная встреча, комфортное размещение. Кроватка уже будет готова, застелена. Ну и когда мама прилетает с ребенком, особенно когда мама прилетает вдвоем с ребенком, данная служба помогает и дойти до номера, и комфортно разместиться, и показать, где находятся различные приспособления, которые будут полезны для ребенка. Не стесняйтесь, пишите. Они понимают по-русски. Ну, а если вы напишите им на каком-либо интернациональном языке, они вас поблагодарят. Понятно. Так, теперь вопрос с питанием в отеле. Значит, ну, для малыша может быть актуален прикорм, может быть ребенок уже более взрослый, и уже может чем-то питаться в отеле. Что можно безопасно есть, ну, из предлагаемого там завтрака, обеда, ужина в отеле? Да, когда вы выбираете отель, обязательно обращайте внимание, есть ли специальный детский стол. Детский стол не всегда может оправдать ваши ожидания. Возможно, в некоторых отелях под детским столом подразумевают спагетти с кетчупом. Это тоже бывает. Поэтому всегда, когда мы летим на отдых, я на всякий случай беру знакомые ребенку продукты, то есть какие-то сухие каши, которые мы можем приготовить быстро, и небольшое количество пюре фруктовых или овощных, которые ребенок без страха может съесть в отеле. И мама без страха дать. И мама, да. Еще хотелось бы обратить внимание на такой вопрос, что чаще всего у ребенка в отеле ближе к окончанию отдыха случается так называемая акклиматизация. И при акклиматизации ребенка лучше кормить знакомыми ему продуктами. Поэтому не поленитесь. Возьмите из дома сушки, печенье, хлебцы, пюре, каши. И я всегда вожу с собой две бутылочки питьевой детской чистой воды. Несмотря на то, что и купить эту воду можно, но для ребенка знакомый продукт всегда нормализует его пищеварение и минимизирует какие-то кишечные инфекции. А вот вообще приобретать что-то обычно легко за границей? Ну вот, допустим, детское питание. Ну понятно, что, допустим, если вы летите в крупный европейский город, то это не проблема. А вот, скажем, если вы летите именно на отдых и, вот скажем, на пляжный отдых. Обратите внимание, что, да, когда вы выбираете отель, обратите внимание на то, что при отеле всегда существуют магазины или рядом существуют какие-то торговые центры. Конечно же, если вы летите в Европу, это Кипр, это Греция, европейские страны, Германия, Италия, Франция, конечно, в таком случае, я думаю, вы без проблем приобретете знакомое себе детское питание традиционных международных марок, которые используются и в России в том числе. Но если вы летите в арабские страны, допустим, тот же Египет, обратите внимание, что даже знакомое пюре со знакомыми вам производителями, все обозначения будут написаны на арабском языке, и вам достаточно сложно будет сориентироваться это пюре из брокколи или из кабачков. И сложно будет предложить вашему ребенку, у которого, допустим, аллергия на кабачок, как вы будете выбирать. Поэтому предостерегите себя, в первую очередь, это все-таки здоровье и здоровое питание вашего ребенка. Но все равно все-таки полный объем питания не возьмешь с собой, все равно придется каким-то образом выходить из ситуации. Да, по моему опыту всегда можно найти то, чем вы накормите ребенка на отдыхе со взрослого стола. То есть европейский завтрак, это завтрак привычный нам. Пожалуйста, йогурты, яйцо свареное вкрутую, огурцы, это все доступно и вам, и вашему ребенку. Ну, хлеб тоже. Тот же хлеб и выпечка, которыми наши заграничные страны всегда нас балуют, для вашего ребенка тоже будут вкусной едой. Поэтому договориться с обслуживающим персоналом отеля и опять же написать в службу размещения гостей, что вы едете с ребенком, всегда, ну, почему нет? Ну, как-то можно. Почему нет, можно, да. Поэтому последний раз, когда мы летали с дочкой в Египет, ей на тот момент был один год и два месяца, мы практически ели еду с общего стола, мы ели супы, мы ели йогурты, мы ели пюре, мы ели отварной картофель, огурцы, выпечку разную-разную. Причем выпечка у них достаточно хорошая, и каких-то проблем с желудком, с кишечником у ребенка не возникло. А вот фрукты стоит давать или как их, умерить как-то объем потребляемых фруктов? Это, наверное, отдельная тема, о которой стоит поговорить. Я всегда, фрукты, где бы ни находилась, в какой бы самой чистой европейской стране мы ни находились, фрукты всегда подлежат ошпариванию и в идеальном случае снятию кожицы с самого фрукта, если вы хотите ребенка покормить. Обращу еще внимание наших слушательниц на то, что ручки ребенка должны быть обработаны также, вымыты, возможно, вытерты салфетками, которые вы возьмете с собой. Очень страшно, когда ребенок заболевает кишечной инфекцией на отдыхе, и ваш, и отдых ребенка будет испорчен на такой момент. Поэтому фрукты, это дело такое, через которое распространение кишечных инфекций происходит очень быстро. Но могу сказать, что мы едим практически все фрукты на отдыхе, кроме фруктов уже порезанных, подающихся порезанными на столы. То есть лучше выбрать закрытый, нетронутый фрукт, вымыть, ополоснуть его горячей водой, которая всегда имеется в достатке в ресторанах, при отеле. Очистить кожицу чистым ножом и дать ребенку спокойно поесть этот фрукт. Понятно. Так, ну, хотелось бы вернуться к вопросу использования услуг бэбиситтера, то есть помощницы, которая посидит с ребенком. Вообще, это часто предусмотрена услуга в отелях? Точно так же, как когда вы выбираете, бронируете отель. Имейте в виду, что если вы летите одна, то, скорее всего, вам хотя бы на один день, или на несколько часов, потребуется услуга бэбиситтера. Что такое бэбиситтер? Английское выражение, по-русски это няня. Няня, которая предоставляется в отеле, конкретно для вашего ребенка. В отелях имеются разные няни. Мы пользовались услугами и няни полного дня, и кратковременной ночной няни. Что такое ночная няня? Приходила специальная обученная женщина, она говорила на русском языке с ребенком, она оставалась с ним на ночь, мы использовали как раз такую няню в Греции, когда уходили на вечерние ночные дискотеки. А возраст ребенка вот 5 лет. Такая няня находилась при ребенке, пока он засыпал. Как только ребенок засыпает, такая няня уходит из номера, около ребенка остается специальный звоночек, на который он может нажать, как в ресторане, когда мы вызываем официанта. И эта же няня прибегает. То есть эта няня на несколько номеров, на несколько детей, она обслуживала несколько детей. В принципе, услугами этой няни мы очень любили пользоваться. Была очень ответственная женщина, ребенок наш ее полюбила, и каких-то экстренных случаев у нас с ней не возникло. А вот знакомство какое-то предварительное с ребенком, оно как происходит? Да, конечно, оно происходит, вы договариваетесь с няней, няня приходит к вам, когда вы находитесь в номере, знакомится с вашим ребенком, вы рассказываете ребенку, что вот эта девушка посидит с тобой, когда мы уйдем. Ну, у меня ребенок достаточно коммуникабельный, старший ребенок, и каких-то вопросов, рева или того, что я не хочу оставаться с этой тетей, у нас никогда не возникало. Ну, это было уже и возраст, в общем. Да, и возраст уже достаточно большой. Если ваш ребенок еще совсем маленький, и вам нужно вдруг куда-то отлучиться, допустим, ну, вы тоже запланировали посещение каких-то экскурсий, или, возможно, в магазин вы захотели уехать, то воспользуйтесь услугой няни по часовой. Час оплаты такой няни на сегодняшний момент, допустим, в Турции, составляет от 5 до 10 долларов за час. То есть считайте, рассчитывайте свои возможности, да. Такая няня доступна. Единственное, нужно сразу и обязательно обговорить все те условия, на которые соглашается няня. То есть возьмет ли она вашего ребенка на руки, или она будет только качать его в кроватке, пока он плачет. Покормит ли она, или она только сидит с вашим ребенком. Возможно ли ей вынести ребенка из номера прогуляться по коридору, или только можно сидеть в номере. Эти условия нужно оговорить заранее с няней, подписать с ней бумагу, договор, кратковременный договор о том, что вы доверяете ей жизни своего ребенка, а она берет ответственность за вашего ребенка на себя. Понятно, Света. Ну, теперь к вопросам от наших мам, которых тоже на эту тему накопилось несколько у меня. Значит, я вот сейчас тебе задам. Значит, вопрос такой. Как быть с лекарствами в отелях? Стоит ли брать с собой аптечку? И какие нужно покупать лекарства с собой? Наверное, это самый животрепещущий вопрос от наших мам. Сразу скажу следующее. Аптечка всегда занимает половину моего багажа. Если ваш ребенок обладает какими-то хроническими заболеваниями, или вы знаете о его специфической реакции на солнце, на море, на продукты, обязательно берите те лекарства, которые привычны вашему ребенку. Тут вы подстрахуетесь. Если ваш ребенок использует ингалятор, возьмете ингалятор с собой. Если ваш ребенок обладает аллергией на что-то, возьмете противоаллергенные средства и так далее. Давайте поговорим о том, какие обязательные препараты нужно взять с собой и отправлять за границу. Сразу обращаю внимание мам, что, конечно же, аптеки за границей существуют. И существуют международные названия лекарств, в которых вы, скорее всего, сориентируетесь. Но, стоит сказать, что чаще всего за границей обычное название препарата, которое вы привыкли видеть в наших русских аптеках, не соответствует названию препарата, которое практикуется в международных медицинских стандартах. Поэтому, если вы боитесь не сориентироваться в тех лекарственных средствах, которые понадобятся вашему ребенку при том или ином заболевании, берите их с собой из России. В обязательном порядке в моей аптечке присутствуют. Первое, то, чего я боюсь всегда больше всего, когда нахожусь за границей, это стремительное поднятие температуры у ребенка. От различных признаков. Перекупался, обгорел, акклиматизация, возможно, отравился, возможно, заболел, ротовирус и так далее. Температура может подняться чего угодно. Берите средства, которые используют ваш ребенок, которые помогают вашему ребенку при поднятии температуры. Лучше, чтобы эти средства у вас были достаточно разнообразные. То есть, возьмите и средства, которые вы уже использовали, и средства, которые рекомендуют. Может быть, посильнее что-то, да? Ну, вообще посоветоваться с педиатром. Но педиатр, да, это ваш друг на последние дни нахождения в России, перед отлетом вашим на отдых. Поэтому возьмите побольше средств от температуры. Вторые средства, которые в обязательном порядке должны быть в вашей аптечке, это средства от расстройства желудка, от расстройства кишечника, от тошноты, рвоты, поноса. Возьмите их тоже побольше, потому что, возможно, что та реакция, которую ваш ребенок выдаст на еду, которую предлагают в отеле, будет абсолютно непредсказуемой и абсолютно непройденной вами в обычной жизни в России. Потому что продукты разные. Использование различных средств при выращивании продуктов тоже разное, и ваш ребенок может дать реакцию на них. Поэтому средства от поноса, рвоты, кишечных расстройств должны быть обязательно в вашей аптечке. Я не говорю про название лекарств, так как конкретное лекарство подходит конкретному ребенку. И каждая мама знает, что ему подходит от поноса, а что ему подходит от температуры. Мы опять-таки отсылаем к врачу, к лечащему. Обязательно консультация педиатра перед поездкой за границу и даже не поездкой за границу, а поездкой по России. И обязательно консультация вашего педиатра. Ну и было бы неплохо, чтобы была возможность проконсультироваться с ним. Да, ну чаще всего в отелях есть Wi-Fi и какие-то средства связи, поэтому я думаю, что вы найдете возможность связи с вашим педиатром. Помимо средств от температуры и от кишечных инфекций, обязательно должен быть в вашей аптечке какой-то антибиотик. Антибиотик будет необходим в различных случаях, и при высокой температуре, и при заболеваниях каким-то вирусом, и возможно при порезах, и ранах, и прочем, чему подвержены наши маленькие детки на отдыхе. Поэтому антибиотик обязательно также должен находиться в вашей аптечке. Не забывайте про дополнительные лекарственные средства. Это бинты, вата, йод, зеленка. Возможно, это те средства, которыми вы обрабатываете рамки, типа бониоцина, бипантена, бипантенола и так далее. То есть те средства, которыми вы будете обрабатывать какие-то мелкие рамки, порезы, ссадины, ушибы и так далее. То есть быть готовыми, что это реально может случиться. Да, это тоже понадобится. Ну и обычно я всегда беру с собой перекись, которой мы заливаем точно так же рамки, дезинфицируем ручки и так далее. Отдельно хочу сказать, что к аптечке я отношу средства защиты кожи от ожогов, от солнечных ударов и всего прочего. Берите крем, детский крем с фильтром больше 50. От 50. Это моя рекомендация, когда вы отправляетесь на пляжный отдых. Если вы отправляетесь в туристическую поездку с целью экскурсионной, обязательно тоже возьмите с собой солнцезащитные крема. Потому что ребенок, привыкший к нашей суровой российской холодной погоде, возможно, выдаст вам неадекватную реакцию на солнышко, на теплые лучи, на ультрафиолет. Поэтому средства защиты кожи должны быть точно так же в вашей аптечке. Ну и не забудьте о том, что после загара, после того, как ваш ребенок понежился под ярким солнышком, искупался, вам тоже чем-то нужно будет обработать его кожу. То есть смягчить, увлажнить. Возможно, появится крапивница, вот солнышко маленькое, красные пятна. Тоже в этом случае подстрахуйтесь. Обязательно нужны эти средства в аптечке. Ну и дальше, что вытекает из аптечки, конечно же, при всех отелях есть врач. Услуга этого врача возможно воспользоваться. Услуга врача в отелях платная. Поэтому будьте готовы, что за любой прием врача вы должны будете заплатить какие-то деньги. Узнайте об этих деньгах заранее, возможно, точно так же через службу размещения гостей. Ну, у нас ведь у каждого есть еще и страховка на медицинские какие-то случаи, форс-мажор. Да, страховка – это всегда ваш помощник. Обращаю ваше внимание, что страховка может быть с франшизой и без франшизы. Франшиза – это обязательный платеж, который оплачивается самим туристом. Если вы взяли страховку с франшизой, допустим, 30 долларов, вы обязаны будете заплатить 30 долларов, и после этого получите развернутую консультацию вашего врача, который связан с вашей страховой компанией, через которую вы оформили страховку. Чтобы позвонить в медицинскую службу по вашей страховке, звонок будет бесплатный. Обычно телефон указан в страховом полисе. Звоните с ресепшен отеля. Они предоставляют такую услугу. Если вы позвоните со своего сотового телефона, понятно, что для вас этот звонок будет платным, и снимут достаточно большое количество денег, потому что вы находитесь за границей. Звоните с ресепшена отеля, объясните свою ситуацию. Возможно, что врач вас проконсультирует по телефону. Возможно, понадобится приехать к врачу. Возможно, и врач может приехать к вам. Это тоже предусмотрено страховкой. Обязательно изучите те условия, которые указаны у вас в страховке. И запомните, можно заучить наизусть тот номер телефона, по которому можно позвонить в любом необходимом вам случае. Так, вернемся еще к вопросам. Значит, вот вопрос по акклиматизации. Можно ли сразу ребенка отпускать в море по приезду, или стоит подождать пару дней, чтобы он акклиматизировался? Ну и тут же вопрос, сразу же я дополню. То есть вообще, стоит ли брать средства какие-то для купания ребенка, или можно понадеяться на приобретение на месте? Ну и, может быть, по загару тоже. То есть как давать ребенку постепенно привыкнуть к загару? Акклиматизация – это очень сложный вопрос. Еще помню со своей старшей дочерью, когда мы первый раз выезжали за границу, когда ей было 3 годика, наш эпидиатр, достаточно грамотная женщина, сказала, что для ребенка период акклиматизации составляет 21 день. После 21 дня ребенок акклиматизируется к тому климату, в который он приехал. Конечно же, практически ни у кого из нас нет такого количества дней, чтобы провести их с ребенком на море. И хвала и честь тем мамам, которые проводят по месяцу, 2-3 на море со своим ребенком. Если же вы приехали на 7, 10, 14, 20 дней, то, конечно же, акклиматизацию вашего ребенка на такой короткий период еще никакой не возникнет. И акклиматизация ваша придется на ваше возвращение домой. Но тут уже легче, тут педиатр у вас под рукой, под боком. То есть, скорее нужно бояться акклиматизации по возвращению. Да, по возвращению. Что касаемо нахождения сразу на ярком солнышке, купания в море и прочих вопросах, тут ответ достаточно простой. Мы всегда загораем только под зонтиком, только в маечках или футболочках. Это касается первых дней. Через первые 3 дня я снимаю с ребенка все средства, которыми я укрывала его нежные плечики. Вот солнышко. И мой ребенок находится под солнцем, но опять же всегда в тени зонтика. Ну и в шапочке, наверное. Да, конечно. Головной убор – это первое, что мы складываем с собой в чемодан. И моя рекомендация всем нашим слушательницам – сложите 5 головных уборов. Они теряются, рвутся, остаются в море и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что когда ребенок идет купаться, он не защищен никаким зонтиком. В этом случае обязательно плечики ребенка, спинку и все, что будет находиться на поверхности воды, достаточно жирно намазать солнцезащитными кремами. Потому что, как мы знаем, ультрафиолетовые лучи при нахождении человека в водной среде в большей степени наносят ему вред, чем когда он сидит на суше. Поэтому тут обязательно мажьте ребенка кремом. Я мажу ребенка достаточно часто. За нахождение 2-3 часа мы мажем не менее 2-3 раз. То есть получается 1 раз в час я мажу ребенка солнцезащитными средствами. Ну и вот время какое проводить от солнышка? Что касается времени, лучше, если вы спланируете свой отдых так, что вы будете рано вставать, покушали и сразу же пошли на море. Солнечные утренние лучи особо полезны для вашего ребенка. Уйти с пляжа лучше до полудня. То есть 11-12-го это местное время. Это то время, когда лучше уйти уже с пляжа, дать ребенку перекусить, отдохнуть. И самое жаркое время провести в тени либо деревьев, которые находятся на территории отеля, либо в номере. Ну где-то в игровой комнате. Да, в игровой комнате вернуться на море, возможно, после 3-3.30, тогда уже солнце становится не таким жарким, не таким наносящим вред кожи. Активным. Да, и в принципе находиться, возможно, до закрытия пляжа. Чаще всего пляжи закрываются в отелях в 6 часов вечера. В это время обслуживающий персонал просит всех уже с пляжей уйти, ну и вам будет уже некомфортно под холодным солнцем находиться на море. Ну и что касается дополнительных средств для купания, для игры. Мы всегда берем ребенку максимальное количество формочек, лопаточек, ведерок, чтобы она могла играть в песочке. Ну имеется в виду, там можно где-то приобрести. Возможно, их приобрести и там на месте в отеле, не везти с собой. Возможно, их взять с собой. Опять же, вам пригодится в самолете, ребенок поиграет этим. Ну и третий вариант. Сейчас очень много предусмотрено для детей на пляжном отдыхе. И анимационная команда предоставляет такую услугу, как выдают бесплатно вашему ребенку весь игровой набор или играют с ним прямо на берегу моря. Это тоже очень удобно. Оставляйте своего ребенка, это как ему интересно. Если ему интересно, и отдохнете. Да, что касается дополнительных средств купания, это нарукавники, круги, надувные мечи, надувные бассейны. Мы всегда берем с собой надувной бассейн, маленький складной. Также этот надувной бассейн можно приобрести на территории отеля, а можно взять его в аренду на территории отеля. В этот бассейн я спокойно наливаю морской воды, она нагревается буквально за 10-20 минут. Я сажу ребенка, ребенок играет в теплой морской воде. Если вдруг вы поехали на отдых, и вода в море еще не такая теплая. А что касается плавательных кругов и других плавсредств, мы никогда принципиально не берем их с собой, потому что очень часто случаются негативные случаи с малышами при использовании дополнительных плавательных средств. Приучайте ребенка плавать в море самостоятельно, купайтесь с ним, пусть он всегда будет под вашим пристальным вниманием в море, ведь море это зона риска. Ну а бассейны при отелях? Что касается бассейна, и нашей семьи, мы не любим купаться в бассейнах при отелях с той точки зрения, что эти бассейны не так часто чистятся, как бассейны, находящиеся в наших городах, где мы привыкли жить, не так хорошо дезинфицируются, и если вы боитесь подхватить ротовирус или любой другой вирус, распространяемый через воду, то в бассейнах вы это сделаете быстрее всего. Моя старшая дочь всегда купается в бассейнах, она ходит в аквапарке и использует все нырятельные приспособления, которые даются при отелях, а младшую дочь лет до 5 я не планирую купать в бассейнах при отелях. Но всегда могу сказать, что есть и большой взрослый бассейн, где вы можете сами поплавать, и маленький детский лягушатник, где ребенок может поплескаться в водичке с детьми, которые плески ему по возрасту. Еще раз обращаю ваше внимание, следите особо внимательно за детьми, которые находятся в воде. Это зона риска. Света, большое спасибо. Я думаю, исчерпывающая информация. Всем спасибо за внимание. И если у вас есть комментарии, пишите, мы будем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok